В прошлом видео мы купили легендарный 123-й Mercedes Coupé 1983 года, после 20 лет простоя. В гараже полный стеллажей эксклюзивных запчастей на немецкий и американский авто Техле, капот на BMW Acula из 80-х, крышка багажника на редкий Ford Sierra XR4 и другие запчасти, которые сейчас стоят безумных денег. Одного чермета мы вывезли на тонну и приступили к быстрому ремонту гаража за три дня, с чем мы справились более чем успешно. Далее решили отреставрировать крокодила, сняли двигатель, отвезли на хон и аквабласт всех деталей. Разобрали коробку, а сегодня снимаем подвеску до головы кузова и перешьем салон. Ребята, всем привет! Сегодня мы опять занимаемся нашим Mercedes. Недавно мы собрали мотор и коробку, а сегодня у нас пришла очередь заняться кузовом. Сейчас загоняем нашего крокодильчика в сервис на подъемник и снимаем подвеску и разбираем салон. Полностью готовим кузов к покраске. После того, как мы все это дело разберем, машина поедет на эвакуаторе в город Рязань на покраску. Крокодильчик поехал! Сейчас у него всего две лошади, причем человеческие. Разбираем заднюю подвеску. Можно оценить немецкое и европейское качество. Машина 83-го года и все спокойно откручивается. А на «Жигулях» после 5 лет надо брать уже болгарку или сабельную пилку. Начинаем с задней подвески. Снимем рычаги, пружины и сзади мост. Все троса будут новые, шланги и трубки тоже, поэтому будем срезать. Даже колодочки еще есть, возможно даже мазать. Здесь тоже будем все менять, полный ремкомплект. Откручиваем кардан. Параллельно разбираем салон и откручиваем амортизаторы. Салон нужно надо снимать. Вбиваем двух зайцев. Два влага. И, наконец-то, добрались до задних амортизаторов. Мерседес 123 – настоящая легенда. Найти такой автомобиль в хорошем состоянии очень сложно, но можно. Мы нашли этот автомобиль на дроме. Если вы долгое время тоже не можете найти себе автомобиль по хорошей цене, воспользуйтесь подпиской на дроме. Так вы сразу увидите автомобиль, который будет в продаже. Так и мы нашли этот Мерседес и купили его по выгодной цене. Нашему взору открывается задняя подвеска. Ржавая, в сборе и очень сильно уставшая. Вот здесь мы видим запотевание, пружины, амортизаторы. Пружины у нас раскалывались. Сама пружина здесь, а виточек у нас остался вот здесь. Сейчас попробую. А вот и наш виточек. В принципе, можно кольцо сделать. Амортики у нас остались в одном положении. Ну, все будем менять, разбирать. Это тоже будет все новое. Сейчас будем разбирать полностью. Отвозить на пескостю. Сняли суппорта. Они в скосном состоянии. Пыльники все порвались и колодки раскрошились. Их две или три модификации. Чтобы их заказать или заказать в ремкомплект, надо приезжать со своим экземпляром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 При помощи рухли и палета вытащили нашу подвеску переднюю-заднюю на свет божий. Теперь ее разберем и отвезем на пескоструй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закипело так, что не откручивается. Приходится разбирать, резать. Как-то так. Избавились от одной проблемы, сняли подвеску и получили вторую проблему. Теперь машину надо выкатить из сервиса. Колес уже нет. Подготовили, подготовили, подготовили две тележки, положили палеты, сейчас относим машину. Собрали всю брату по сервису и будем сейчас ее выталкивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он оказался тяжелее, чем мы думали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый этап готов. Осталось еще снять переднюю панель и два передисидения. И машина уедет покраска в Рязань. Чтобы ее не намочило дождиком, то, что от нее осталось, накроем пока чехлом и будем ждать эвакуатор или манипулятор. Не знаю. Погрузить на манипулятор ее, это тоже будет еще целый квест. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, приятная новость. Опа! И родная сидушка. Когда мы сняли задний диван, я обратил внимание, что вот этот колхозный материал пришит поверх сидушки. Я потянул ниточку, взял лезвие, ножик и распустил немножко ткань. И вот здесь мы видим родное сидение с Мерседесом. Зеленое в идеальном состоянии. Если переднее сидение будет тоже в идеальном состоянии, мы очень хорошо сэкономим на перешивке сидений. Но вряд ли нам так повезет. Перешивали салон не просто так, а, наверное, из-за того, что очень сильно убиты передние сидушки. Но, в принципе, сейчас можно найти родные ткани. Вы все точно слышали про трейдинг на финансовых рынках. Но уверен, что особо в эту тему никто не вникал. Покетопшн – это идеальный вариант, чтобы понять и зарабатывать. Все начинается с регистрации. В процессе регистрации, если вы вводите мой промокод гараж60, вы получаете 60% к первому дополнению. На платформе Покетопшн огромное количество фичей, которые отличают ее от других. За торговые достижения и активность вы будете получать очки опыта, предоставленные на сайте в виде кристаллов. Из-за них открывать сундуки с бонусами по следующим пополнениям. Также у Покетопшн есть сейф с накоплением 10% годовых. Сейф открывается абсолютно бесплатно и дает возможность пассивного дохода. А теперь перейдем к главному – к трейдингу. Даже особо не разбираясь, вы можете хорошо поднять, просто копируя сигналы в маркете. Чем больше стрелочек вы увидите, тем выше вероятность успешной сделки. У Покетопшн огромное количество комьюнити трейдеров. Вы можете познакомиться с опытными трейдерами и делиться своими достижениями. Ссылку на Покетопшн я оставлю в закрепленном комментарии. Переходите, вводите мой промокод «Гараж60» при регистрации и получайте 60% к первому пополнению. И, кстати, стартует конкурс «Дню рождения Покетопшн» с призовым фондом, прикиньте, миллион долларов. Главные призы – «Тесла Кибертрак», «Порш Макан», «Макбуки», «Айфоны» и многие другие. Не упусти свой шанс выиграть один из призов. Начинаем разбирать салон, чтобы голый кузов уже отправить в покраску. Не могли сдвинуть сидение, оно немножко пережавело. Но хорошо то, что болты откручиваются нормально. Хотя их немножко прихватило жизнью. Вот эта рыжая – это жизнь. Сняли водительское сидение. Сейчас возьмем лезвие, снимем вот эту колхозную обшивку и посмотрим, что у нас осталось от родного водительского сидения. Снимаем коврик и наши опасения подтвердились. Сидушка очень сильно убитая и рваная. Как раз на «Мерседесах» это проблемное место, где всегда рвется и, скорее всего, с этой стороны тоже. Сейчас здесь скроем, посмотрим. Ну, обшивка тоже очень сильно родная. Зачухана, вся грязная. Это суппроцентная замена. Уже ее никак не спасешь. Спинка еще туда-сюда, а вот низ убит капитально. Пассажирское сидение, возможно, чуть лучше. Судя по задертости ткани и дыркам, пробег, наверное, около 500 тысяч. А может, и больше. Дерево. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Все прикисло О, победа! Добавил субтитры DimaTorzok 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 Переходите по ссылке в описании на дром и ищите BMW X5 2008 года, двигатель 4.8, 355 лошадиных сил и оцените, сможем ли мы восстановить этот автомобиль и во сколько это обойдется. Разбираем кучу чермета и сортируем. Что-то поедет на пескоструй, задний подрамник, что-то поедет в чермет, а что-то будет ремонтироваться. Например, с порта будем перебирать, ищем ремкомплекты. От передней подвески практически ничего не остается, кроме рычага. Тяги тоже будем пескоструить, и наконечники будут все новые. Раз, иди за. Используйте спрей WD-40. Используйте динамометрический ключ. 50. Установите амортизатор и адвокаты эмболного рычага. Разобрали полностью подвеску Вот все, что от нее осталось Единственное, мы смогли разобрать Задний рычаг И замачивали, и грели Никак не получилось Но отвезем на пескострой Может быть после этого Сможем его все-таки разобрать Если не разберем, тогда будем искать по ушку Задний редуктор повезем в сборе Так как если мы его разберем Потом он будет весь в песке Поэтому закинем его прямо так И, соответственно, рулевой редуктор О, да она легкая Я-то думал, она вагон весит Теперь наша основная задача Проконтролировать Чтобы на пескоструе ничего не потеряли И ничего не испортили Так как вот этот конус Вот этот Внутренний цилиндр Пескоструить нельзя Если туда попадет песок Супор придется вытянуть Красить и переваривать крокодила Решили в другом городе Так как в Москве цены выше А качество не всегда лучше Для перевозки заказали Манипулятор Субтитры сделал DimaTorzok Погрузка закончена Теперь наш Мерседес поедет в Рязань На реставрацию и покраску Чуть позже мы покажем уже готовый результат Вот такой результат получился После пескостроя Все детали как новые За исключением тех мест Где была очень сильная коррозия Здесь остались очаги Теперь это надо быстро покрасить Пока это все не заржавело Так что ребята Кто хочет от пескостроить Покрасить свои металлические изделия По хорошей цене Ссылочку мы оставим в описании под видео Покрасить свои металлические изделия Но здесь надо будет поменять наконечники Тарелки Кое-что еще не приехало Ждем подшипники Для передней подвески А сейчас мы займемся задним мостом Поменяем пыльники И зальем масло Разбираем редуктор Посмотрим что внутри Поменяем масло Переуплотним его Пошла жара О, тат 17 Ну какой-то уровень был Масло относительно чистое Густое И вонючее Даже спустя 40 лет Все откручивается Вот оно Немецкое качество Железка сгнила А звезда осталась Тарелки Тарелки Оригинальные Нукцевые Щиток заднего Защитка диска Вот он Знаменитый рычаг Который с лентбоки Направлял Самый Наконец-то доехали все детали Для сборки нашей подвески Кажется вроде Геруда Что тут собирать Но то одна Недак не подойдет То вторая То третья Теперь у нас Практически все новое Рычаги Вы помните Остались старые Мы их от песка Струили И покрасили Перепрессовали Сайлентблоки Новые Тросики На ручник Новые Диски И Подшипники Также Собрали Хватит Можно здесь Поковыряться И найти Перевести Все это дело На склад И будем ждать Когда приедет Кузов В окраске Как обезопасить Себя от покупки Восстановленного Трупа Как узнать Реальный пробег И истории Автомобиля Все очень просто Заказываем отчет На дроме По номеру Машины Или по вину И буквально уже через минуту Вся информация Уже у вас Здесь мы видим Все старые фото И объявления Сколько лет владел Предыдущий собственник Были ли ДТП И неоплаченные штрафы А еще на дроме Очень удобно Размещать объявления О продаже Своего авто Сделать это можно В один клик Поэтому Покупать авто Надежно Только на дроме Пришла очередь Перешивки салона Работы здесь Предстоит Очень много Долго мы не могли Разобраться Какая Здесь Настоящая обшивка Ткань Ну вот Наконец-то Выяснили Что такая Ткань должна быть На сидениях Вот здесь Видно под ручкой Как она раньше Выглядела Была такая Сочная А сейчас Она выглядела Зеленая Зеленый квадратик С красным Передняя сидушка Задняя сидушка Также у нас Частично Утрачены Ковры С коврами Надо что-то Будет думать Саму ткань Еще в принципе Можно заказать Маховскую Но они Имеют формовку Такую мягкую И формовку Мы точно уже Нигде не найдем Но возможно Купим коврики Другого цвета И обтянем Вот такой Родной Тканью С тканью Тоже Проблема Вернее Сейчас не проблема Мы нашли Контору Она находится В Москве Которая привозит Практически Оригинальные ткани Сейчас Их делают В Турцию Для Реставрации Мерседесов Разных И BMW Мы нашли Там как раз То что нам надо Сегодня Поедем В ателье И будем Все это дело Согласовывать Игорь Негода Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он немного остановит свою форму и приступим к сборке Шкурка уже сшита, частично пришлось поменять ткань на кожзам Когда разобрали, ткань просто развалилась в руках Вот здесь еще старый винил, а вот здесь уже новый Изнанка вставили ватин, частично тоже осталась старая Ватин вынимали, а сейчас его вставляем обратно Ватин родной, которому уже 40 лет Я их тоже все попарил Попутно приходится что-то придумывать Вот, например, как с линейкой Раньше пытались ребята крючком зацепить и протащить Ну вот, придумали уже и не это Субтитры сделал DimaTorzok Натянули полностью шкурку Остались мелкие морщинки Но это дело мы сейчас пропарим Удивились работе подлокотника Обычно они всегда складываются в обратную сторону А вот у нас в 123-м Мерседесе Выглядит вот так Задняя обшивка и карта от нее Карта с тканевой вставкой Мы долго думали оставлять их, не оставлять Но решили поменять Благо у нас есть оригинальная ткань Мерседесовская И все будет нормально смотреться Вставки на обычной фанерке Надо будет приклеить ткань И закрепить обратно на скобы Потому что здесь они очень удобно снимаются Одну часть отпарили И уже можно сразу видеть Разницу на его взгляду Здесь торчинки Здесь все ровно Задняя фанерка Тесто торчинки Тесто торчинки Нейк Тесто торчинки Тесто торчиновый Тесто торчинки готовый вариант отремонтированной карты получилось очень хорошо немножко нас огорчает состояние обшивок кое-где надо будет подкрасить подклеить но ничего не сделаешь время и сейчас еще прорежем дырочку вот что у нас получилось новая панелька и старая готовый подголовник получилось все прекрасно практически как завод единственное у нас полопался некоторых местах кант он полностью пластиковый так как мы по максимуму используем то что можно спасти ну пришлось оставить вот здесь тоже есть кант но немножко другой здесь если еще что-то можно придумать то тут вариантов нет приступили установки подлокотника его изначально не было он валялся нас гараже причем не с этой машины видать комплектация была без подлокотника но без него очень неудобно поэтому мы его решили перетянуть и поставить на место благо на всех сидениях раньше были стандартные дырки и ставили уже готовый подлокотник поэтому мы решили также выйти из положения перетянуть его и поставить чистая боковина без дырчик а в металле они есть сейчас прорежем и прикрутим сидение водителя полностью готова но останется нам докупить еще мелочевку по пластику поменять замок для ремня он уже не держит и пластик утерян и с этой стороны у нас пластик тоже отсутствует пока не нашли будем искать найти его проблематично пластик принципе продается но на седан а у нас купе и пластик очень здорово отличается под хранение запчастей выделили целый гараж здесь на все хранится и ждет своего часа например двигатель полностью сборе цепью задний мост задний мост тоже покрасили перебрали в принципе он в нормальном состоянии поменяли привода пыльники и также заменили масло долго искали но все-таки нашли оригинальные диски с mercedes паутинки в хорошем состоянии продажи они есть но они все на рынке убитые эти хорошем состоянии в принципе можно ставить ехать в итоге перешив салона нам обошелся 150 тысяч еще 300 тысяч мы потратили на ремонт коробки мотора и закупку запчастей которые требовались для нормального восстановления остался еще кузов как вы понимаете такие проекты быстро не делаются и мы им занимаемся чуть больше года но в следующей серии мы скажем полностью все по ценам сколько потратили на восстановление крокодила мы с вами прощаемся подписывайтесь на канал поддерживайте нас лайками обязательно пишите комментарии всем пока до новых встреч